господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную номер 783 события дня матфея 24 4 иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прессил вас я дальше не беру слова их не пропускает система там определенное число знаков это за 4 февраля восемнадцатого года 4 это воскресенье было то есть за вчерашний день я немножко взял из тех кто что говорил так иван боярский хотел сначала написать непонятно зачем вы это выложили какой-то неудачный кусок неудавшейся связи и слегка пафосная подпись я про название видео так ну давайте что то чем он говорит я сейчас пока покажу вот это у меня маленько пораньше вот она я сейчас его включу чтобы больше понять что-то у нас плохо слышно подождите посмотрим неудачный просто вот ну вот 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 Видно? Вам видно? Что-то плохо слышно, посмотрите, что у вас там с микрофоном? Ни одного слова нет, просто шуршит и всё Смотри внимательно, не то, на лицо на глаза Вот он на меня вышел У вас микрофон совершенно негодный, он просто гудит и всё, посмотрите Посмотрите Внимательно смотрите, на губы, на нос, на всё смотрите Ваши слова непонятные, там просто шуршит Ни одного слова не понятно Оно просто булькает и всё Посмотрите, что у вас за микрофон Малыша Роман Нет, ни одного слова не понятно Вы не готовы к разговору, у вас не работает техника Выправьте её, а потом напишите, могу ли я принять Сейчас ни одного слова не понятно Это нельзя так Всё, пока отключайтесь Ну вот мы увидели Немножко здесь, сейчас я выверну это дело О чём здесь речь идёт? Говорит, неудавшийся кусок связи и такая претензиозная Подпись А подпись как? Псалом 55.7 Это название ролика Наблюдает за моими питами, чтобы уловить душу Название И вот этот Боярский, я его тоже не знаю, этого тоже не знаю, кто вышел Смотрите, как он исследует Хотел сначала написать, непонятно, зачем вы это выложили Но потом он стал думать, у меня не раз так на роликах было, а зачем вы это выложили А потом, говорит, не могу на десять раз просматриваю и наконец захожу Вот у меня рядом люди есть Умные, грамотные, там с высшим образованием И вот мои стихи читают, я их стихами-то не называю, а проповедь в стихах Просчитают Как много заложено здесь Второй раз считают На третий раз, у-у-у, да тут еще вон что Это мне здесь как секретарь всех писателей, главный писатель был Марк Юдалевич, Марк Иосифович, еврей Старейший, он чуть не до ста лет тут дожил И как-то мы беседовали у него дома, сидели И я решил ему стихи показать Он так и взахался У него вышло книжек, но они небольшие книжки Это 60 с чем-то стихов Там фронтовик он был Книги какие писал Марк Юдалевич, зарядите В интернет вы увидите Так он настолько удивился Он говорит, у меня ни одного стихотворения такого нет Это он говорит Ни одного стихотворения нет Тогда я ему выложил целую пачку И сказал, вот посмотрите что И он все отложил, а уж ему 80 с лишним лет было Мало того, его даже коммунисты взяли в свидетели против меня Когда судился я с коммунистами Так он потом, когда сидел на суде-то, увидел, что они делают-то Вышел, когда сидели на скамейке Он, ой, дурак, старый дурак, куда я влезаю, а? Да они все лгут, там секретари парторганизации и прочее Да они же все лгут, да так же писать нельзя Человек живой Это не какой-то герой Да какая-то книга Герой-то Они вас называют по имени, фамилии, адрес Ясно, что только о вас И говорят неправду Уже суд-то все разбирается И меня взяли свидетели Ой, дурак старый Это сам себя он так ругал Я ему еще одно стихотворение просчитал, сидим Он буквально отшатнулся от меня Это ваше стихотворение А почему же вы не издаете? Я говорю, а я издаю тут, пишу где-то по-своему-то Видите как? То есть человек, если соприкасается с тем, что тайна Он начинает задумываться Он попросил обратно стихи, что еще раз пересчитать Вот вы послушайте, как выступает тут У нас бывает Игорь Дубунов Он очень много знает, очень много И вот он эти стихи считает Когда на второй, на третий раз Да еще больше открывается Но это не я делаю Бог А мне этот писатель-то и говорит Писатель-паэта Марки Далевич Какой словарный запас у вас широкий А я об этом не думаю А где вы темы берете? Ищите Я не ищу их Я на молитве стою И у меня одна строчка как высветится Строчкой И я им сразу раз карандашом запишу Прямо на молитве Все положил Все За одной строчкой дальше Как только окончил молитвие Я беру ручку, белый лист И пишу Тридцать шесть строчек Девять куплетов Тридцать шесть строчек Ни одной по Марке нет На три тысячи четыреста шестьдесят семь Таких стихотворений По девять куплетов По три тысячи строчек Ни одного исправления нету Так не бывает Это любой скажет Не бывает А против каждой строчки Еще место Писания Откуда взято Тридцать шесть раз Надо Библию открыть Откуда место взято Это понятно Что-то необычное Что делать? Господь благодать Духа Святого Поэтому на эти стихи так обижаются Меня судили За стихи За один куплет судили Там памятник Ленину И у меня так написано было И стоит свой рот Ощерев По мету птиц Подставил Голый Щереп Вождь атеистов Сонмище Иуд Следователь Ничего не мог разобрать И написал только Надо чаще Мыть памятники И вот этот человек Хотел написать Непонятно Зачем это выложили А потом Какой-то неудачный кусок А потом подумал Оно ведь во многом В точку Я вот чистый атеист Циничный и самоуверенный Это о себе Иван Боярский говорит Дальше Работаю в сфере информации Отслеживаю хайпы Тренды И реакции людей Не разделяю И точно никогда не разделю Ваши интерпретации мира Впервые когда попал на канал Стал смотреть дальше видео Исключительно И с побуждения Покрутить Пальцем у виска Поулыбаться С потерянности Такого рода людей Понаблюдать За очередным примером Социальной психологии А именно Присмыкание Потерянных масс Вокруг одного лидера Это он говорит Про наш Видеоканал Во свете Библии Открытым оком И против меня Лидером называют Ну это так затянуло Что в итоге Стало основным каналом Уже Который смотрю Когда хочется отдохнуть Расслабиться Еще поближе Наклоняйся Так вот Чем больше за вами наблюдаю Тем больше проникаю С пониманием и уважением Вы создали свою утопию Можно с ней не соглашаться Тысячу раз критиковать Что я поначалу и делал Игнатий Тихонович вызывает Самые разные чувства Я прошел через них все Но теперь хочется уверенно Высказать свое уважение к нему И всей общине Без какой-либо иронии Ну это Остановись Теперь Посмотрел Когда незнакомый человек Неверующий Называет Циник И он Он уже не мог отойти Еще зазомбировал На расстоянии Вот это так Трафаретно Шаблонно Попы обвиняют Дальше И увидел что Цельный лидер Интересно наблюдать За тем как он держится И ведет за собой Несмотря на свои годы Ну мне 78 лет Как я держусь Я об этом никогда не думаю Вот интересный момент был Был конгресс интеллигенции Очень значимый Все российские В Барнауле устроили Ну много знатных людей было Жорез Алферов был Лауреат Нобелевской премии Ну и дают мне место Высказывать Интересно Им дают 10 минут Мне 5 минут И вот когда суд был И выступает Первый секретарь Секции Или общества Как назвать там КПРФ Геннадий Александрович Бобров Он в газетах Там как писатель вроде Или журналист Выступает там И когда судились Он против меня Выступал Защищал коммуниста Который написал Книгу Где меня выставил Там Учительницу Там Отгонял И ходил по Залу Раздавал В школе Библии Ну и я подал В суд за него Морозова Николая Ивановича И он за него Ну и судья то Говорит А вы знакомы были с Лапкиным то? Ваша честь Я никогда его не видел А как вы познакомились Ваша честь Был конгресс Интеллигенции Ну я там был избран Этот конгресс Ну выходят Такие Знатные очень люди С Москвы С Санкт-Петербурга Перечисляет их там И вдруг Объявляет Какого-то Лапкина Я никогда не слышал И груд Выходит В каком-то задрипанном Пиджачке Извините Ваша честь Но именно так он выглядит В валенках С галошами Я только Подумал А зачем он Этот человек Здесь Вообще Зачем он нужен то? Ваша честь Ну вот он заговорил Я прошептал Златоуст Это враг Он забыл Что ему надо против меня Свидеть и суть Понятно? Какой я Златоуст? Но фильм поставили С этим названием Обо мне Златоуст из потеряек Он занял первое место В России Первое место Среди документальных фильмов О православии Статьи Одна за другой идут Под этим названием Златоуст Это вы меня нарекаете Таким я себя не считаю У меня нет образования Никакого Совершенно Я технарь Прорабом был Техникум закончил Учился там В мореходке Училище Но это Совсем не то Дальше Несмотря на свои годы Меня очень отталкивала Его неприкрытая Продуманность Умение хитрить Переначивать Играть В общем Тот еще самовлюбленный Чекист Так поначалу Виделось И вот у меня была Презентация книг В Алтайском Государственном Техническом Университете Там 21 тысяча студентов Я знатно говорю Это там Из 18 Кажется 18 стран только своих Присылают туда Абитуриентов Учатся И Был приглашен Проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич Там доктор Академик И Там Выступает Она Главная редактор газеты Политехники Называется Тамара Вот И Она Говорит Этот Человек Самый умный Какой здесь Есть А там Профессорский состав Такой огромный И Она говорит Это самый умный Вот этот Проректор И вот он выступал И говорит Знаете Вот Писатели пишут книги И они лукавят Когда встречаешься Он не такой Ну он выдуманного героя Там говорит Сидит там Карточки раскладывает Куда герой пошел Чтобы ему не забыться Там это не Иначе-то он не забудет Будет говорить герой Там-то она А в передыдущей главе Говорил что Его ранили Убили там в госпитале И вдруг он оказался В самолете Только вот это Больше ничего не делает Они лукавят Вот у меня книги Лапкина Это 8 книг 8 томов Вот он как говорит Такое и есть Человек Абсолютно без лукавства Вот я читаю книги Я его знаю близко Это в общем Человек Мыслит по-своему О всяких вещах Самых таких Там и о космосе И обо всем Это все у меня В книгах помещено Это все было записано На магнитофон Повторяю Семкин Борис Васильевич И вот Господь Открывал ему глаза Потом он у нас Приходил в общину был Мне говорят Он еврей такой Ну и что тем более Удивительно Но Потом Понял Что если бы он этими качествами не обладал То ничего бы из того что он сделал А самое главное во что верит Не вышло бы И так долго не продержалось Уверен это тот человек который Какую либо нишу в жизни бы не выбрал Добился бы огромных успехов Пошел бы он в политику Был бы очень значимой фигурой То есть Меня вызывает То что я написал Генеральному секретарю Тогдашнему Брежневу Вызывает В горком партии И беседует Не секретарь А Глава Вот мы За вами Все скрывать Конечно следили Говорит Это вы сами написали Я говорю Да А Какую бы вы пользу могли принести Партии Народу Стране Если бы вы были с нами Понимаете В крайком партии там вызывают Те же самые слова В КГБ Сидим Эх У вас вот так Вам бы только в наших органах работать Я не работаю там И это Ну везде так Почему Что талант какой Благодать Духа Святого Касается сверста людей Всех которых я знаю Диссиденты были Сидели Притом Глеб Якунин Семь лет Священник Всех вербовали Вербовали И заранее говорили Какую льготу дадут На половину срок Костить И они это делали А вам как Никак Клички дают Да я тогда сделал После освобождения Реабилитации Письменный запрет В местное управление КГБ Уже ФСБ Какая у меня была кличка Мне сразу они ответили За номером таким то Никак И почему они ответили Вы были в разработке у нас Под своим именем Фамилия Почему Но на это они не могли ответить Почему Я знаю знатных таких людей Что Патриарх Алексей Второй Дроздов Кирилл Сейчас Гундяев Михайлов Ну и почему доказано это все Тот на тему о Дроздове Писал в Филарете У него на выпускном где-то было И они это взяли У этого точно так же связано У меня не было клички Сидели Арестовали Осудили А уважение осталось После я освободился И ко мне на дом Кто курировал У меня там Когда он был кажется Подполковник еще Никулин Юрий Михайлович Я называю имена фамилии Тут еще в этом секретно Вот они где-нибудь Купил книги Видите как А когда мне приходилось Выступать среди журналистов А они Собрались тут И тогда нужно было В момент перестройки Депутатов каких-то И пришли на дом И говорят Вот мы Прошел совет Писатели всех И решили вас выдвинуть кандидатам А я накануне видел сон Сон видел Я уже знал какой ответ И они придут Но в каком виде придут И говорить Ничего не знал Как я карабкался там А внизу я глянул Там койка без всего А я подумал Что я сделаю Вот когда Ласточкины гнезда зарядят Где-то в пещерах Там в Таиланде Вот такое у меня было состояние Я потихоньку Потихоньку Сполз Сполз Я не ударился И когда Следствие А тут они и пришли Челянников Там был У них Владимир Корзотихонович И вот Его послали Еще там несколько было Я конечно дал Полный отлуп Когда щукарь говорил Не пойду И там мне делать Ничего То есть Я к чему это говорю Что этот человек Вот Боярский Видите как Пошел Он не знает про мою эту биографию Что меня в политику буквально затягивали Везде Везде Не то что меня стукач какой-то Или Ну они что-то видели во мне Вот Мне было двадцать лет В это время был прорабом У меня двести пятьдесят человек было Шесть объектов Ну значит Дополненные Где-то в МВД Строго режимном лагере Пличкино Иркутская область Я потом туда проехал И в библиотеку им книги свои дал Когда вот эти годы уже Миссионерская поездка была Всех нашел Где Значит Господь Вел меня к этому Готовил Почему Нигде не лгать У меня были Одна же даже разногласия Какие-то в чем-то Там вот когда убили этого Кришнаиты Отца Григория Яковлева Ну Геннадий Михайлович И что-то там пишет И отец Геннадий Фас такое Что прям как канонизировать Ну я восстал Против него А потом Разговор-то дальше пошел Он говорит Вас спасает ваша безукоризненность Безупречность Он Высказал почему В любом там Диспуте Споре Все Противники Сколько бы их не было Огромный зал Академгородок Все соглашаются Противники тут же соглашаются Своими ошибками И проще Почему А он в ответ на меня кинулся Как он сейчас Какой-то нападает Там да вы да я Да был да следил Он спекся Все Он вторгся в недосягаемое И он будет поражен Я определенно говорю Жалея такого человека У нас был тут Ярмонах Помогал Судников Отец Нафанаил Ну это Девятнадцатый Том у меня Там все есть Он написал Курсовую работу В теологическом факультете Против меня Против Я изнутри И имел возможность Наблюдать за этой общиной За этой фигурой За этим лидером И что Размонашивался Женился Ушел Так передают В Казахстан уехал Не прикасайся Не трогай Помазано моим Говорит Господь Касающийся вас Касается зеницы ока моего Этот человек незнакомый мне Я первый раз его вижу Даже не поверите Смотрите он как Он все Намерен был Подыскиваться Определить Но теперь он Подсел на наш канал И что дальше Но он то есть я Но он выбрал Такой путь И в общем то видно Что этот путь искренний Вот тогда журналисты Собрались и говорят Вот мы о вас Рассуждали здесь Собрались и И сказали Вот у вас особая ниша И ваша версия Оказалась верной Что коммунизм рухнет Понимаете как Первый там секретарь Кто только не приезжал Когда еще потеряю Не начинала восстанавливаться Года за два Их привозил там Игонин Валерий Григорьевич Главный зоотехник Кадникова А потом говорил Вы видели Со мной Горожанский был Ну я сказал что Племянник Да не племянник Это или братом он назвал Там Это был из КГБ Вот это был такой Там майор Вот это все Он мне все раскрывал И они приезжали узнать Откуда вы знали что это вот будет так А что дальше будет В академгородке У меня было Когда собрание А какую систему избрать Как назвать эту Что у нас образуется Это вот эта Российская федерация Какой образ избрать Какую избирать Там как название Это думы то не знали Верховный совет или как С такими вопросами Меня заваливали Приезжали домой Что это такое Я не политик Нет Ни Яков Никакой Ни Лихачев Ни Щубайс Там кого назвать тогда Но они спрашивали Я говорил Потому что я все политические системы мира Я самостоятельно изучил Будущее в армии Я время не терял Нигде Нигде За службу в армии Выучил два иностранных языка Ну необычно конечно это Ну Бог тогда давал И вот теперь он видит Ну а добро Ну а добро должно быть с кулаками А Если эти верующие Почему вы подаете в суд На скорбителя Одиннадцать лет шел суд И я его выиграл А счет то был Одиннадцать миллиардов рублей Было за что страдать И выиграл этот суд Я сижу как то там В краевом суде А проходит зам Председатель краевого суда Вот очень большая величина О Лапкин Вы так часто бываете здесь Вы уже больше нас В этом юриспруденция разбираетесь Посмеялся Пожал руку и пошел Дальше В общем то назвал бы его Современным представителем Иисусом Христом Двадцатого двадцать первого века Это ничего себе Это человек Который думал Посмеять Соберитесь к началу этого Дальше Хотя конечно и часто спорным То есть Христом После представителем Представителем Наверное Христа Иисуса Но спорным Ну так это как раз и говорит Что дальше Так Послесловие Сейчас ваш канал Привлекает все больше И больше людей Не относящихся К верующим никак Которые Подсели на него Из тех же побуждений Что двигали мной В начале Поэтому будет все больше Различных провокаций Искусных троллей И так далее Поэтому Включайте Внутренний фейс Контроль На более тщательное Определение Типа и намерений Пример В этом видео Звонил какой-то человек Позер Не хочу его обидеть Если это не так Может его намерения Изначально чисты Чисты Но по мимике Нервному Часанию подбородка И зажатому Хмылком Улыбкам Было видно Что он не с чистым намерением Пришел Видите как он точно Определил Абсолютно Позвонил Для смеха ради То есть тот которого Я сейчас вам показывал Дальше Ну я тут Ну немного Интересный такой факт Еще раз Решил его Федор Васильев 1707 По 1782 Год Русский крестьянин Из Шуи Или Шуи Его первая жена Имя которой неизвестно Установила рекорд По числу детей Рожденных Одной женщиной Между 1725 И 1765 Годами Она родила В общей сложности 69 детей 69 детей Родила Отвлекается Куда-то Из них 16 пар близнецов 7 троин И 4 четверни В общей сложности 27 рождений То есть 27 раз Она была в роддоме Слава Иисусу Христу Проверка Старшая сестра Видите как Счетно Дальше Из 69 Родившихся Детей 67 Пережили младенчество У Васильева Так же родилось 18 детей Во втором браке Первая Умерла жена 6 пар близнецов И две тройни Таким образом Всего у него было 87 детей По меньшей мере 82 из них Были живы В 1782 году Информация Семьи Васильевых Включена В книгу Рекордов Гиннеса Вообще Весь необыкновенно Бог делает От нее зависело Или от него Но главное в том браке У него такие Паши тройни А как это может быть Именно он Любвеобильный мужчина Да Александр Марьясов Мир дома Вашему Игнатий Тихонович Посмотрел ролик Собрания В Потеряевке С участием Романа Малыша И стало страшно За человека В моей голове Не укладывается Что как все быстро Может человек Развернуться В противоположную сторону От понимания праведности Да вот смотрите Ну теперь все понятно Но дело в том что Ближе В этом Вот прошедшем году В 17-м На работе везде Ближе Романа у меня Никого не было Спрашивается Это в нем было Еще раньше Он там Стал говорить Там шизопрения Связано Колдовки Там у него там Подвешивали что-то Ничего это не проявлялось Здесь Нигде Ни разу Ну плоская земля И на этом все засох Я не трогал Настоящие Теплые Близкие отношения были А теперь он говорит Он смотрел Он наблюдал Я за него не отвечаю Это он смотрел Наблюдал Я не наблюдал Просто Молились Почему он не бунтовал Мы рядом были Пока У меня был этот Напанаил Который я говорю Романа Ни слова Помогал и помогал Как Роман А как только отдалился Я по неволе начинаю Думать Притом это не единожды Рядом был Ну ближе Даже нельзя быть друзьями Для меня это очень прискорбно Что сатана полностью Взял его в свой оборот Ничего нельзя сделать Это одержимость бесовская Там ничего не доказать нельзя И вот тут Сейчас он взял Одни наши Ну там снимала Людмила Янчук И аппарат видать новый И он разорвал на две части Получалось И вот Он одну часть только взял И поставил К себе перетащил Роман И уже столько отзывов Все пошли Вся бесовщина собралась Вся Вот сейчас вы увидите Как это бесы делают Именно бесы Тролли это подземные Мифические существа Там Какие Называются В Скандинавии Вот Эльфы Вот это и есть Кто то придумал Давайте назовем так Они на них похожи Это которые троллят А это демоны Им деньги платят Этим людям Которые троллят Платят И потом Делают сейчас так Системы Разных они там Мест посылают Как будто бы разные А одно и то же Как будто бы разговаривают А это все машина делает Ну неудачно тут Некоторые места Считаем Рустам Мир вам к сожалению Пришлось удалить Из контактов В скайпе Романа Малыша Так как он Говорил Что вы еретик А сам таким является Вот и все А сам таким и является Это говорил еще Достоевский Что если Хотите Сильнее уязвить Человека Упрекайте его Своими недостатками Своими ошибками Своими грехами Жаль Очень больно По этому поводу Александр Казаков Слава Богу нашему У меня там не было Ситуации людей Я этих не знаю Однако позволю тебе Рома сказать О том Чтобы ты не воспринимал Всерьез Некоторые комментарии В интернете Можешь в поиске Поискать По словам Фабрики троллей Вот это Это организованная Группа людей Которые за деньги Пытаются навязать Обществу Определенное мнение Что земля плоская Что щипы Там и где-то Генераторы стоят И на человека Действует И вот эту всю Бредню Там штрих-коды И на это все Они делают Порой там даже Не люди А боты Специальные программы Которые массово пишут Комментарии Сообщения Они могут даже Друг другу отвечать Комментариях Стимулируя Живое общение Я сам знаком С веб-программированием Вот и все Там нет никого Там только одни демоны То есть Роман полностью погрузился В чертовщину Полностью Все захватили Внутри и снаружи Вот он В контейнере сидит Один Железный контейнер Привез И он в нем сидит У дьявола Задача поссорить людей Чтобы они были Врагами друг другу И для этого Его слуги Стараются активно Работать Он не понимает А Павел Говорит Нам не безызвестны Умысы сатаны Поэтому не думай Что многие Оскорбительные комментарии Пишут люди Хоть сколько-нибудь Знакомые с ситуацией Верующий в Бога Человек Никогда грубого слова Не скажет Да благословит тебя Бог Всех благ тебе желаю Да не войдет злоба В твое сердце Да спасет тебя Бог Аминь Видишь как хорошо написано Дальше А там под него Одна пишет Марина Старцева Роман Ты сделал вызов Богу И за это ответишь Да Ты дал вызов Российским людям Живущим на своей исторической родине И уважающим Игнатия Тихоновича Его общину И деревни Потеряевку Пришел неоткуда И уйдешь в никуда Ох как точно сказала Все Абсолютно Так Кто-то Кто-то там Это не она уже наверное Не она может быть она не знаю Слышь ты хохол немытый Рот закрой В России тебе никто не даст Падлу делать засланец Понятно Вот он сам себя навлекает Сергей Игнатов Мир вам уже братья В моей семье Настоящий лазарет Кашель Температура В моей строптивой Любимой жены Румии В крещении Раиса Ее младшего сына Сергея Центральный паралич Инвалид первой группы Слава Богу За посещение моей семьи Аминь Аминь Человек Такой важный Попова Олег Я строю дома И у меня работают иностранцы Если Роман был бы у меня И без регистрации Я имел бы очень большие неприятности Для сведения Ну это Такие штрафы задушат Он еще не понимает сейчас Почему полностью Мозги отключенные И там действуют бесы Колготятся там Копошатся в мозгах И он ничего этого не понимает И вот тут он взял Перетащил к себе один ролик Сейчас посмотрим Какой ролик он утащил Добавил комментарии Тут еще то есть Да и во славу Божию Кажется вот это вот он Так надо же с его заходить Надо же с его заходить то На его сайт Ну он здесь у меня Каким то образом Я не знаю как Как то делают так То там подписано не мой ролик Да это Ну А Это не то совсем Это не тот Ну еще не тот Другой найдем Я ночью это смотрел то Я же говорю ну Ладно Сейчас Сейчас Так Пользователь Ирина Итак Вот он смотри заголовок какой Посмотри Он утащил Он утащил себе Роман этот ролик Нет Это она под нашим она говорит Да Ну потому что вы заходите на колокольчик Это ваш Я понимаю Но я никуда ночью не заходил Только на колокольчик Он себе перетащил И назвал И оно почему то мне Ко мне сюда кинулось Я поделился Но дальше не стал Говорить А где его найти тогда сейчас Да Да Хоть Вот такое же название Вот такое На его канал Ну на его канал зайти надо Да Второе А где у него какой канал Ну этот Вот заходите в скайп Он у вас еще в друзьях Да Ну вот там он скинул Ага Вот я наверное Я увидел Нет Ну я не знаю кто вам скинул Но через него можно зайти точно Ага Роман Роман Малыш он как не спит Выше Выше Сюда заходите Вот это Да А потом Ниже Возьмите Ниже И вот на его сайте Где ниже Вот на его сайт зайти Вот сюда Так И вот Он уже Вот он второй уже выставил Вчера под первым писал что-то Ну я не знаю где-то Ага И главное тут 109 просмотров у него А тут 382 И вот он здесь по второму Я не стал в первой линии Не было его Не знаю Вот посмотри что пишет Дон Щел И Да это тебе за рейс Не будет это никто говорить Это никто не будет Вот посмотри Какая бесовщина вокруг него собралась Они смеются над ним И он на полном серьезе Он полностью парализован Что пишет Читает слух Так Дон Щел И Отец Роман Вы знаете почему ушла от них Елена Скриник Потому что они положили глаз на ее жилье А жилье ох неплохое Дом добротный И ее просто оберег бог от лапковщины Иначе она осталась бы с детьми на улице Понятно Они все знают уже Да И главное Кто-то положил глаз То есть ей только помогали Ничего нет То есть он сам видимо не прочь был бы или что-то Ну тут вообще дальше Дальше Просто считай Да На собрании они с батюшкой подкупили членов общины бутербродами с красной икрой Чтобы те одобрили подачу заявления на тебя в полицию Ты понимаешь Еще что Никита Лапкин Вот интересно еще одно Лапкин снимает все Кроме туалета разве что Снимает он на камеру свое стукачество На романа органа власти Спрашивает Стукачество А что такое стукачество Это тайно доносит где-то что-то Требует чтобы выложили все это Игла Ведь он считает Что он делает что-то злое А раз добро пусть это снимает и выложит Лапкин ведь всегда декларирует Что он открыт И скрывать ему нечего Даже гнилые поедаемые помидоры А еще лучше Пусть в кавычках виновник армана малыша Лично сдает ФСБ Это без нас за эмоция Потому что сейчас на нарядке читали Во всем Во всей России В любой стране Это человек без регистрации Он где-то скрывается Его сразу Привлекают И выдворяют На камеру обязательно Лицо иглы в это время Может он Еще с молитвой Будет стучать И заявы катать Требует открытого видео Трансляции даже Может и СМИ пригласить Дело-то в кавычках Благое Старик творить Дальше еще Ничего я не могу тут удалять Говорит Ничего не удаляется Дальше Кстати Проголосовало Меньше половины общины Остальные побоялись Остаться без бутербродов И воздержались Вот Бутербродов не хватило Еще что Дон щел Или Вот какие-то Он даже не понимает У них имени нет Бесов нет Вот только у бесов нет имени А так везде есть А теперь он Отец Роман Отец Роман Уже поздно Потерявские пруды Уже ждут великого боя Вот они Спокойные Как наши души До нападения На нашу православную веру Какая-то ссылка Там идет Дальше Роман Тебе досталась Великая участь Привилегия А тебя лапки На старости сломают Свои клыки И войдет в историю Тем Кем не по-христиански Окончит Уже то Что они его Выживают И стучат ментам Это их Пятно навсегда Вот такие Попы И христианщики В сталинские времена И работали с КГБ По привычке Дальше работают Уже лапки не отмажутся Весь его показной труд Окажется тщетным Ярость затмевает Человеку разум И он уже Себя не контролирует И вылазит Истинная игла Жестокий Дерзкий Кровожадный То есть Вот он И Роман полностью В этом Это он уже никуда не видит Что сказал бы это клевета Убрал Нет Это его слова Это тот демон Который в нем Он теперь все это ему подкидывает Дальше Вы думаете Почему с ним Многие перестали общаться В том числе И Сергей Козлов Иконописец Перестал общаться Главное Его и глаз Обзывал козлом Андрусенко Дудин По лапкину Поносная дудка Степаненко Они то поняли Настоящего Лапкина Ааа Дальше И так Роман Вот любимая песня Лапкина Мне ее Прислала разведка Разведка Прислала Какая то песня Сейчас не будем смотреть Я не смотрел даже Так Дальше Ну вот Роман я полностью вас поддерживаю То с чего начинал Игнатий И чем заканчивает Это совершенно разные понятия И условия общины Не жаль этих людей Они глубоко заблуждаются А Роману это Ну что тут говорить Ильей Он сейчас сидит Кук подальше Так Да то бот Так Когда лапкин отказывается от хлеба Воды и рыбы А принимает только деньги То это о чем то говорит Какая то рыба Деньги И он рот раскрыл Он все это хлебает Он ест прикуску О каком таком случае вы говорите Я что то такого не помню Можно подробности Никита Лапкин Ага Над этим смеется Я навел справки Полиции УВД Барнаула Мне Пришел ответ Кто она такая Тут Барнаул УВД По интернету А Дон Ну-ка Ванька Сидит за забором тут И вот он теперь Все Роман это все На полном серьезе воспринимает Роман Малыш Это большое то Здравствуйте дорогой Валентий Тихонович Ну ладно Еще что Ну кто пожелает их большое Да Конечно А еще больше нету Еще второе Да Там под первым роликом тоже Про меня даже есть Ага Ну вот такое дело Пожалуйста Он перетащил к себе Что то понял Он что то говорил Нет Нет У нас написано Нельзя заниматься Стукаши там Там жаловаться Только разрешать здесь Но если здесь не разрешили Общину получить Разрешение Тогда обратите к властям Но если он безобразничает Ничего нельзя сделать Здесь все законным путем Вчера проголосовали И здесь меньше половины О Тринадцать человек Он в тринадцатье Даже теперь вступился Ну еще тут непонятно Человек тяжко Несцельно больной И вот это у него тут тоже Что то он сидит Один и квасится там Куда он в контейнерате Будет девать Что дальше будет Ну при вере Приехали никакой Ни гражданина этой страны А эти ему ничего не говорят То есть дальше Бесы его подталкивают И подталкивают И он Мгновенно все Такие отношения Хорошие были Столько добра Было сделано им И ему Все по боку сразу То есть Он держал ее Вот я уехал И сразу у него все по-другому Все прям тут же сразу Смехнулось Поддержки никакой нету И Ну и дальше то еще говорить Показать ресурсы Только осталось наши Вот Это мой мир Туда перетаскиваем Собрание Вчера попросили Чтобы собрание Не через 10 дней А в этот же день На другой день Желательно Вот так теперь есть Теперь Эта ленточная Ушла далековато Маленько Извинуть рамочку надо Вот Это наш Мой Сказать Вчера как раз День наших Ресурсов был Сайты Отмечен был Вот Это наш форум Православный И вот это Ролики Это наши Сейчас я покажу еще Вчера я как раз Делал отчет Сколько посещаемость Вот здесь все это Говорится Подписчиков Сколько Видеороликов И вот О романе Выставил опять Какого числа Тут было Сам же да Управит Путь свой То есть он был у нас Я высказываю Поставлю только те хорошие Которые хорошие ролики С ним Когда он был здесь Это два человека Разные Абсолютно не похожи Как ангел И превращается в демон Ангел и демон Вот примерно так Павший с неба Это в житиях Есть там эсперт Такой И он ему Сказал там падшему Ты был как Благоуханный сад А теперь Гнилое болото Вот сравнение Какое Вот теперь он Этими зловониями дышит Вот он один Представьте один Никого Раз всего решится Ни с женой Ни с ребенком Ни посоветоваться Нигде Приехал сюда Ни с матерью То есть никто Его нигде видимо Не поддерживает Он говорил об этом Тяжело человеку Да тяжело Мы всех призываем К молитве А что Властям мы обязаны Сообщить Так как они приедут Представьте Они нам доверяют Власти во всем Вот начальник уголовного розыска Меня приезжая Каждый раз Спрашивал Это кто у вас строится Там на Иосифа А здесь не спрашивали Потому что стройки Никакой нету еще Только фундамент Заложил Столбы поставил А на Иосифа А кто это такой Ну то есть ему надо узнать Я говорю Да это вот сын их Володя Устинова Больше ничего не спрашивает А здесь кто такой Не знаем Паспорт не дают Как и строится Да А откуда он С Украины А гражданца принял Нет Разрешения нет Ничего нету Да и паспорт сжег Ну что непонятно Тут мы то ни при чем Мы к никакому отношениям Но власти обязаны Чтобы мы его не скрывали Иначе власти Обнаружат это все Обязательно обнаружат И дальше Мы виноваты скрываем Теперь нам этот замок На пути поставить Нам зачем это нужно Он не трудился Роман Ничего не строил Ни храм Ни школу Ни в чем Он бы строил И участвовал После был Теперь вот у нас Во свете Библии Православный Библейский сайт Вот это Первое начало Что то он тут Заходит Там Что это он говорит Тут Так Притчи читать Нет Это вниз Ниже Конечно Это старое все Это старое Ну а что тут он Что то присылает Или еще Хочешь чтобы познакомились Лазерный замер Еще ниже Вот Вот Притчи 29.1 Человек Который будучи обличаем Ожесточает Вы свою Внезапно сокрушится И не будет ему Интересно Никого не касается Как его И он это берет И перекладывает На кого то Он еще не воспринимает То есть замкнутый Ну тут любому понятно Жил друзья Близко помогал И теперь все обличают Он никого не слышит Ни батюшку никого Страшная дерзость Даже Ну хоть бы с чем то Он был похож Одним процентом На вчерашнего романа Ничего нету Полная подмена И берет стих Который к нему И дальше Еремея Еремея 17.5 Так говорит Господь Проклят человек Который надеется на человека И плоть делает свою опору И которого сердце Удаляется от Господа Вот он удалился от Господа И находит кого то Где то там Стерлигова Вот только на человека У него божественно Ничего уже нету Совсем Дальше Вот притчи 27.26 Кто роет яму Тот упадет в нее И кто покатит Вверх камень К тому тот воротится Вот он возвратится Тебе этот камень Паспорт не покал Ты его покажешь Как же это деревня Устав Чужой пришел в монастырь И со своим уставом Тут моя вина Что когда лагерь закрывался Я документы Даже не знаю где они там Что он там видимо Был зарегистрирован Но нигде нету Но у секретаря деревни Ирины Барабаш Нет этого ничего Поэтому Тут нужно рассмотреть Мы рассмотрели И кто Ну виноват я По всей вероятности Ты со мной он познакомился Первые ролики сохранились Как мы разговариваем И лицо его посмотри Ну допустим Сейчас даже можем это сделать Ты вот заряди Сейчас я сделаю YouTube И ты тоже заряди Ага Надо убрать это будет Вот здесь вот И написать Роман Малыш Ну-ка Подними Вот это В стороночку Аккуратненько так Сними Вот так Роман Малыш Роман Малыш И запиши Это канал Вон внизу Вот внизу Книг его Открывай Вы это Смотрите какие Ну ставь теперь на месте Ставь Аккуратно Поближе сюда Ну и вот Теперь Ставим книги Давай И вот теперь Мы посмотрим Ролик какой-нибудь Открытие на земном шаре Тут делает Что-то Освещение дома Плоская земля Не напрасно носить меч Это уже сейчас Роман Малыш Хочет себе русскую печь Это мы с ним сидим А близких и родных Которые могут его услышать Вот отзывается На страшной высоте У работающего Романа Малыша Приятно работать Братьям Вот они здесь Сколько Малыш спиливает ветви Вот смотри сколько здесь всего И тут еще есть Доехал благополучно Приезда Романа Малыша Везде лгут Так Потеряевка Имеет За штурвалом Грузит стройматериалы Привез вторую машину Бутового камня Приехал в Потеряевку Вот он сидит улыбается Это абсолютно другой человек Даже Внешне Роман Малыш и Виктор Пасхальное настроение Мастер-класс И вот где-то тут первая Есть наша беседа Виктор Савченко В одном ролике Надо найти первый ролик Написано там не Малыш будет А Малиш Вот Дальше я не знаю О своем пребывании в Потеряевке Как он доволен Вот сидит говорит А в это время Теперь он пишет Я наблюдал Я это все знал Мое коварство Там то другое Это когда ты лгал то Сейчас или тогда Так Малыш Бог да управит Путь свой вот это Ну хорошие такие Приехал в Потеряевку Купить необходимое Из Потеряевки Купить необходимое Ну это сколько роликов то Вот Малиш Роман Вот давай Ну а теперь видать Первая встреча Еще раз здравствуйте Здравствуйте Ну что вы слышали? Ну сейчас слышно Сейчас слышно Да Ну вопрос мы поняли Вопрос мы поняли Ну повторите Вот Насчет поклонов Вот воскресни Воскресные Праздничные дни Вот Почему звучат слова Придите Поклонимся И преподем Вот Почему преподем Вот Если преподем Значит преподать На колени Или стоя Вот объясните Для меня это преподать На колени Как мне понять точно Видите Если слово Говорится преподем А в другом месте Не говорится Не означает что В другом месте Нельзя кланяться Вот допустим Святые Божии Три поклона Святые Божии Святые Хребки Святые Бессмертные Поклон А нигде еще про это не сказано В словах то Как они толкует Вот видишь Игнатий Испугался И отключился Это не ладно Дело На выходные перегруз Наверное Ну конечно Без перерыва Без перерыва Записывай Когда прямо Учит Когда надо На перселевке У отца Кирину Сахарова Там все знают Где поклониться А так то Обычно в храме Никто ничего не знает Потому что Редко кто знает Ну это Это правильно Потому что Ну в начале Как бы сам приходил Не знал Что все делали То и сам делал А сейчас потом Возник вопрос Одни Одни кланяются Другие Большинство кивает головами Тогда я начал вникать Какие виды поклонов Поясной И колено преклонные Что это за кивок Что означает Люди кивают Когда кланяются Как кланяются И вот сейчас Вот этот вопрос Как бы Начал я делать Земные поклоны Дают замечания Даже у прихожаней Поэтому Очень важен Для меня Ну Вы правильно Объясняете то это Ну что вы Поклонились то Это по самому Смыслу Надо кланяться А люди кивают голову Это иерея У своей стены Плаща кивает А у христиан Так Если ты совершил правильно Крестное знамение Поясной поклон Должен быть такой Колени не сгибаем Чтобы рука могла Пол достать Не надо руку опускать Рука обычно вот так вот При поклоне Вот так вот делается И поклонись Как следует А голова то кивает Или машет Вот так вот Вот так вот рукой то Видишь какой Такому маханию Небрежному Ян Златоуст говорит Бесы радуются Они в ладоши хлопают Это Или ты молись Или Перестань кощунствовать Надо все время Людям говорить Научать Вот у нас Которые люди приходят Мы сразу им показываем Они в один день Все знают Вот как поклониться Вот я в начале Детского лагеря Дети приедут Ну Лагерь то православный Ну Охота им к нам попасть Да он Вот ребенок Научим Лишь бы он не был против Покажешь За столом сидеть Что Если ты ложкой Пощерпнул На кусочек Поставь Себе подтащи Чтобы не наклоняться Над столом Я ему объясняю Почему Потому что Говорит Василий Великий Каждое животное Наклоняется к пище А человек Пищу подносит к себе Все Мне в руках Ложка Я вот так вот Кто будет наклонять Я так по столу Шлепну А ребенок Вот видит Все А родители дома не знают Что чашку обхватят И сидят На столе лежат Сходи с облокачиванием На стол Серахов говорит Что легкий Не должен быть на столе У людей то никаких правил нету Вообще нету А без правил Это значит Ну Все спрашивают Он не навещается ни чему Все время Ну Да Вот именно Что вот как-то Когда еще юноша и был в церкви И мой священник там на Украине Он Вот запомнилось мне Вот это Редко ходил правда Там может в Азбот Или вот как Бабушка учила Вот Большой пост начинается Великий пост Вот В первую Неделю надо там Попоститься И пойти Причаститься Вот Ну и так учили А читать мы нигде Литературы не было Светского времена Поэтому Запомнилось Что священник Вот Как-то Акцентировал внимание Что вот Распинайте себя Делайте большой крест Вот А не там Не крутите там что-то Вот так Я в принципе крестился Вот сейчас недавно я узнал Что даже грех За неправильные Крестные знамения Грех Ну правильно Вот Объяснение то какое дает Что вот Распинайте Да при чем то распинайте Мы изображаем на себе Счастный и жертвовавший Крест Господний Это оружие на дьявола То есть Я показываю Что я верю Распятого Иисуса Христа Смысл какой Вот я Пальцы поставляю на его Что означает Господи На чрево Иисусе Христе Сыне Божьим Помилуй меня грешен Господи Иисус Христос Это имя получил Через Деву Марию Сыне Божьим Вознесся Одесну И помилуй меня На суде Божьем Чтобы не стоять Все понятно И после этого Поклон Священник Зачем он говорил Что распинайте себя Этого нету Мы просто В знамениях Крестово имеем Это знамение На сатану Утром встал Говоря там Что то там тебе будет А ты подойди к нему И перекрестись И скажи Отрекаюсь сатаны Из всех дел И у всех ангелов И у всех гордыни Ну как только еще Обычно Выходя из дому Да Иди спокойно Будь совершенно спокойно Никакие страхи Не допускает Ну вот Понимаете Вот жена у меня Как бы Училась В это В духовном Училище Вот Она закончила Регентом работает Ну Это не работа Но работала 15 лет на Украине Проработала А сейчас здесь просто Поет там Ну деньги не берем Вот И она Как бы Говорит Вот ты кланяешься Делаешь поклон А все остальные люди стоят И как то ну Ну как то Со стороны выглядит Как то Вот так Поэтому меня это задело Очень Задело И я Ну хочу просто чтоб Вот сегодня я даже был на литургии Утром да Я встал на колени А человек говорит Нельзя После литургии Потому что я В храме вообще не разговариваю Когда литургия Вот Я выхожу с храма И потом уже Если надо что-то Вот я с ним заговорил Говорю Ну вот так и так Вот в этом В интернете я видел видео Вот Там Пелагии Рязанской Петр Глазунов Рассказывает Это ее крестник Она умирала в 66 году А он до сих пор жив И он рассказывает Про крестные знамения Все там четко Как правильно креститься Как поклоны делать И вот именно там Вот эти его слова Говорит Поклонимся и преподим Что Если Не преподать Значит надо убрать эти слова Из божественной литургии Это может кто-то убрать Конечно не может Поэтому надо преподать И вот я начал преподать Замечания начали делать Вот говорит Он говорит Я был в монастыре И монахи там Ну забыл В Оптиной или где Монахи говорят Строго-настрого Запретили Не вставать Становиться на колени Вот А этот Петр Глазунов Что там в него видели Я Если вы хотите Вот просто если Будет у вас время Прокомментировать Посмотреть Там Самая короткая Там 39 минут В Ютубе Срочно Восклицательный знак Такому в храмах не учат И вот там он Рассказывает еще Некоторые вещи Вот Поэтому Очень интересует Это Ну как бы хочется Чтоб на литургии Это же божественная литургия И хочется Делать все правильно Не во грех А Ну чтоб это Принялось Богом Как-то Ну вот Относительно литургия Мы порядок там Наводить не будем Бывает иногда В храме Другом Другой порядок Вот у нас Строго по уставу Ну так Мы приучены Так Стараемся все Все люди это знали Ну я пришел в другой собор Мы много Где бываем При свидетельстве Вот А там такой порядок Не надо его нарушать Порядок Василий Великий говорит Превыше всего Там у них принято так Не преподай Ну ничего Ты мысленно поклонись перед Богом Ну и придешь Покланируешься Тут надо благоразумие Смирение Это смиренно мудрее Это на высшее качество Христианина православного Они так Да я Вы объясняете Совершенно правильно Ничего тут против не будет В воскресенье Вы встали на колени Это нельзя Прямо указано Это канон Почему в воскресенье Христос расстал из гроба Прямо И поэтому Никаких Два раза Пыты не положено Где там достойно Когда считается Или когда вышел счастенник С чашей Благословляет Ну там показано где Но в каждом храме Может быть по разному Вот у старообрядцев Староверов Там четко Синхронно Все кланяются Поясной Земной Они все знают А здесь Ну нет этой строгости Не надо на ней наставить В другой В чужой монастырь Со своим уставом не ходят Вот Поговорка То есть она Как будто Религиозное общество касается Так Везде Одинаково Может быть Там где Слово Божие говорится Не изменение одной буквы Святой Библии Это абсолютно А это Люди уже потом написали За нее не надо умирать Иначе получится Как у старообрядцев Протопо По вакууму Ну там Не так палец Не так написано И друг друга гвоздает Сотни лет А сами отошли от церкви Ну там Никуда не годится Перед Богом Перед Богом Все время будь Сказали молчи 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 А внутри молись Никто тебя не видит Я прошел Ну по разным местам По тюрьмам В лагерях Ну и бывает все нельзя И на допросах А сидишь молишься И никто не знает А я хочу А вот это я хочу Оно не на первом месте Должно стоять Да еще надо свериться С Библией как Нельзя работать Вот такой-то праздник А тебя никто не спрашивает Там заставляют Иначе тебя отгнают Ну и все В труде греха не будет Хотя бы я подневольный Ну а посты Соблюдать строго Православное Вы на наш сайт Заходите? Да-да Заходите Вот с правой стороны Ну я там зарегистрировался С правой стороны Там папки стоят 55 папок Вопросы и ответы Вопросы и ответы Вопросы и ответы Читаем Вот И там вопрос Вопрос ткнешь И тебе будет ответ Все там Что ты желаешь По работе Отдельно молитвы Отдельно Дети Отдельно Патриархия Это огромный Огромный материал Огромный Ну вот пока Вот с вами Как бы не познакомился Заочно У меня Как бы Подтолкнул У меня есть знакомый инвалид Он без ног Ну и так мы с ним общаемся И он И там И Осипова И там Всех Меня интересует Все очень интересует Последние три года Вот И он мне говорит А вот Игнатий Латкин Я говорю Интересно Давай Я так начал Вот И мне вот так За душу взяло По Библии особенно Все ясно Все четко Библия это Основа Много сейчас литературы Много всяких видео Много всего конечно И Забудиться легко Как бы Как бы А вы на сайте Видели мои книги 38 книг Да 20 книг Видел Меня очень интересует Толкование Я уже и так читал Толкование Филакта Уже так Прямо в интернете Но хотелось бы Я бы хотел Игнатий Тихо Я бы хотел конечно Поучаствовать Вы там Миссионерскую деятельность ведете Вот И там видел я счета Но как то Ну еще Смелости не было у меня что ли Хотел бы поучаствовать Помочь может чем то Вот Хорошая И я хотел бы Вот эти Иметь у себя Как бы В библиотеке Вот Новый Завет С толкованием вашим Вы Мой Знаете Мой мир? Мой мир Эээ Система Эта система Мой мир Это она Очень удобная Вы в нее Зайдите Листик там свой Сделайте страницу Фотографию поставьте Такая фотография Чтоб была Ну и Сразу попросите Ко мне друзья Я вам отвечу Я вам скину счет Все остальное И книги Я вам пошлю уже на этой неделе И весь сказ Да А можно Показывали, путешествовали, на газели как ехали. Много видео смотрел. И в скайпе там вот это видео с Украины пареньок про Майдан. Он задавал вопросы. Которого убил Николай Леонов? А я даже не знаю. Я вот видел, что он задавал по поводу Майдана. И отвечали, что всякая власть обмотра и... Парень, Николай Леонов. Он неоднократный чемпион мира по кикботскенску был. Там мы разговаривали о войне. И когда я был в поездке нынче, в это время мне сообщили, что он вывозил раненых где-то под Донецком. Его убили. А я ему говорил, если ты будешь за войну, ты до 50 лет не доживешь. Так и получилось. Говорит, а как вы знали? Да ничего я не знал. Я просто знаю, взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, будет введен в плен. Вот. Как истинно провозгла... Родственники же западной Украины. Там Черновицкая область. В Западенсе, там рядом, наверное, Франковская. Ну, там люди разные немножко. Потому что Франковская и Львовская это вообще поляки там в основном. А на моей родине там и Румынов много. Австрийцы там разные. Евреи. Вот. И тоже, ну, видно, что по телевизору запустили вот этот 25-й кадр. И еще там какие-то психотропные там сейчас и сейчас пищу покармливают. И люди просто, ну, в основной массе. Уже даже мои там родственники такие, любимые мои, они говорят, ты продался там москалям. Потому что, ну, я вижу иначе. Я был против Майдана. Потому что я знаю, я читал в Евангелии, что всякая власть от Бога. И мы заслужили там на Янукович. Может, мы заслужили на Сталина. Борь, по милостям, по милостям. Да, мы пока раним. Поэтому, да, противление страшное. И основная масса людей там за вот эту войну. И никто ничего не видит и слышать не хочет. И все. Страшное дело. Что человек посеет, то и пожнет. Кто сеет ветер, пожнет бурью. Мы должны только молиться. Вот говорят, а где у вас труднее всего было? Нас пугали. В Чечню не ездите. Мы там были два раза. Во всех библиотеках, в мусульманских республиках и везде дарил 38 книг свои. У нас там беседы. Видите, там одна беседа в доме Муллы. Там беседы им по Корану. Вы просто зарядить можете это найти. Вот. Поэтому люди, когда говорят, бывает... Ну, ладно, я говорю, я не опровергаю. Вы все правильно говорили. Там вот как в Швеции, везде там вот то требование. Но на нас это не срабатывало. Потому что за нас тысячи людей молились. И протестанты, и в разных странах. Мы говорили, в Германии с таким грузом не пустят. Мы прошли, говорили, вам не дадут работать как миссионерам там. Мы свободно работали, как хотели. И то есть я убежден, что люди говорили правильно. Но они говорили правильно с их стороны, как с ними поступали. С нами не так поступали. Вот мы, допустим, в Махачкале находим. Там очень трудная обстановка. Там на перекрестках везде стоят снайперы. Там очень тревожная обстановка. Там намного хуже, чем в Чечне. И вот мы побыли в библиотеке, когда поднимались на втором этаже. Видно, комната для намаза. Комната для молитвы. Ну мы спросили, когда книги уже сдали директора. Она на замке, видно, там закрыта. А можно зайти помолись? Он говорит, вопросов нет. Он дал указание, сразу комнату открыли мусульмане. Ну мы, что положено, разулись. Зашли, там все это засняли. Ролик стоит там. Мы совершили полное утреннее правило. Там сколько помолились, признали имя Господне. Чтоб Бог открылся этим людям, дал мир. И чтоб они познали Господа. Я думаю, что у них там тоже все записывается. Ну и что он как к нам говорит? Они нас провожают. Вы видели как? Это рассказываешь когда-то не может быть. Может быть. А как вы питались? Ну дорога у нас, два мешка сухарей, у нас собака. Чемпион России. Там все у нас было. Так они нас в магазин затащили. Мы грузили нам всего. Что вам надо? Ну помидоры надо взяли. Они там кусок вот такой сыра отхватили. Мы уж не берем их. Там все. И воды им все отдали. Мусульмане. Это Бог делает так. Они буквально готовы все отдать идут к нам. А мы дарим Евангелие. Рассказываем о Христе. Да это я рассказываю. Они где-то допустим 1650 километров по Турции шли. Как мы молились на таможне 12 часов. Как люди к нам расположены были. Это было свидетельство. Какого, может, от начала говорить, мусульманства не было. Это Бог так делает. Если я целиком для Бога, Бог смотрит, когда мне идти, когда умереть. И не надо дрожать на свою душонку вот так. Мне неоднократно спрашивают. Вот по Украине нынче было ехать. Свободно проехал бы. Но тут разделились. Вот в прошлом году мы ее вдали поперек в Украину. И сколесили и Крым и везде. То есть у меня парламентская, национальная библиотеки. Только в Киеве, в Харькове, в Одессе. Во всех городах мои книги. Все 38. И как встречают. Мы никогда Украину не отделяли. Я вообще этого не понимаю. Это один народ, одна нация. И что там у них язык не такой. Так они были под лудочеством поляков. Другие там все могли быть. Люди, которые жили с татарами. Многие слова татары употребляют. Многие смотреть не так понимают. Ну и что, что не так. Я про себя знаю. Я христианин православный. Все. И поэтому строго посты. Ни одной пятницы. Ни одной. Нигде ничего не нарушать. Вот если на сайт зайдете, у меня там к истину православия. И там заголовка так и где открыта. К истину православия. Она в открытом лиде книга лежит. Просто по-русски заведи сайт по сети Библии. Или сайт Игнати Латкин. И там вы увидите, какие дни, когда разрешается растительное масло. Неужели это важно? Важно в послушании. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина. Чтоб кого не соблазнить. Я православный, вопросы все сняты. Я, значит, все каноны, все обязан выполнять. Я обязан. Я обязан так, что, я говорю, они мне не нужны. Они мне как бы во вред. Я начальник детского лагеря. У меня дети целый месяц первые находятся в Петрохпосте. Мы строим беременную православную. У нас сливки. Все зависит. Я не могу дать. Я заменяю другим там рыбы. Разные накручивают там слёдом. Падости. Но я православный. Вопросов вообще не возникает. Я обязан это сделать. Я выпросил Бога. Господи, дай мне это делать с любовью. Я не просто делаю, а с желанием, что церковь, мать, дала эти посты мне, чаду своему. Церковь, она плохого не посоветует. И весь спас. И всегда будет радостно. Меня Бог избрал. Он меня открыл. Я люблю его. Мы богаты. У нас Библия переведена на русский язык. Вот любые сектанты, баптисты, они имеют Библию. Ты просто задавай вопрос. А кто ее Библию собрал-то? Что мне 77 книг-то? Вселенская Православная Церковь. А кто перевел на русский язык? Православная. Они целиком, они любят Библию. Любят. И вот на этом надо показать, что православие не топчите. Оно слишком много нам дало. Я вот смотрел там в вашу скайп разговор. С одним человеком. А он встречался с Стерлиговым. Вот. И я как бы... Ну тоже заинтересовал этот Стерлигов. Он такой интересный, грамотный там человек, в принципе. Ну он там двумя пальцами крестится. Наверное еще как бы не дошел к этому. Но мне что в нем заинтересовало тоже, вот... Он... С чем он? Вот, скажите. Ну, организовал там эту Алису... Ну, Алиса это... Да. Это вы там говорили. Это грабеж, обман. Он обязан половину раздать и кого обидел четверо. И все, у него ничего не будет. Он говорит, он крутит вверх это все. Он разрушитель, обманщик. У него никого нету. Православная, патриархийная церковь... У всех, да. У него никого нету. Он один и где-то епископ один, где-то у него там в наушниках или где. Он обманщик. Страшный обманщик. Он даже не еретик. Он Библию не признает. Переведено неправильно там. Ивана Грозного... О, о переводе. О переводе. Он же так говорит. Говорит, пробовали два года. Он же член общества там, любителей древней письменности. Вот. И он пробовал, говорит, там, со своими людьми перевести с церковнославянского на русский, ничего не смогли. Вот эти, говорит, божественные тексты, которые вообще не переводятся, что слов не хватает. Вот. Вот это меня просто заинтересовало. Обратите. Когда с еврейского перевели, с любого языка переводится. Скажите, что ту, без транскрипции, нельзя перевести, если есть альвеольные звуки. Вот. Язык закупил. Ну, я просто занимался много языками разными. Подпоясняю. Вот. У немцев был сам артик. Нельзя написать правильно как. Или гортанный звук такой Г. У нас пишет Гитлер, а на западе, там, в Америке Хитлер Х стоит. Ну, как правильно? Билли Грэгом. А там, посмотри в транскрипции, как его зовут Греем. Билли Грэем. Билли Грагом. Ну, а какое правильно? То и другое неправильно. И везде надо доходить до конца. Открестятся троеперстно. А другие старообрятся двоеперстно. Как правильно? То и другое несет в себе элемент ереси. Почему? Потому что мы изображаем крест Господень, на котором распят был наш Спаситель. Поэтому здесь не может участвовать ни Бога человечества, ни Троица. То есть, участвует, но распят был Христос по человечеству. А как само правильно? Я просто отвечаю. Самое правильное у католиков. Но я не католик. И по-католически пятью пальцами не буду креститься. Как они? Посредством пяти ран. Ты шедший с неба. Меня погибшего, стоящего на левой стороне. Переведи, Господи, на правую. Все объяснено. И пять ран у него у Христа. Все на месте стоит. Католическое объяснение. Крестное знамение не пальцы. Самое правильное. А православное. Вот они молятся лопатой. Скажем. Ну, это понятно. Вот просто там читал я, святый отец тоже, Серафим Саровский. Там один такой отрек. Что к нему пришли старообрядцы. Потому что они не знали. В те времена они двумя пальцами крестились. И знали, что он прозорливый, старец, богоугодный. И люди к нему обращаются много. И пришли к нему трое. И он сказал им, что вот три пальца и так вот креститесь. А сам на иконе двухперстно сам-то изображен. Он-то с старообрядческой вестовкой стоит. И которая накидка-то старообрядческая. Еще один из вопросов. То есть многое люди не договаривают, боясь чего-то. Боясь. А страх рождает химеру. Так и написано. Говорят, что когда разум спит, тогда являются всякие чудища. Он сам на иконах стоит. На иконах. И сегодня гадают, а почему он так? Значит, он был склонен. Тем более, в 1971 году патриархи уже приняли все равноспасительно. И это, и тремя, и книги равноспасительно. Это Никон все накуролесил. Вот есть фильм такой «Раскол» Николая Достоля. Там это подробно говорится. Библию не знали. Псалтыри одну знали и все. И бились насмерть. Россию разделили. Это реформа. Никоновская разделила. А дальше уже Петр Первый. Тут и бороду рубили. Бороду нельзя трогать. Какая она есть. Не одна была фирма. Ну вот, Эмуратий Тихонович, вот я вашу лекцию там о бороде, вот это все, с библией. Ну и, слава Богу, во веке, как бы прошел борьбу с первой зимой. Да, да. Это все с этим связано. Она, бритье называется блудодеянная ересь. Ну я был, когда мне 23 года. Я на военном билете, я уже с бородой был в то время. А еще Евангелия в руках не было, я понял. Вот об этом, о бороде Герман Стерлигов объясняет правильно. Прямо говорит, это и не может быть. Да, он тоже, да. Это говорит домосек. Две мамы в одном доме. И первая, кто будет жена. А ты убеди ее, скажи. Ты посмотри на иконы, если библища, пройди. Ну, как бы убедить получилось. Получилось, слава Богу, во веке. На сегодня поймет завтра. Это говорит о том, что ты не кастрат. Это мужчина настоящий. Еще о крещении. Вот сразу погружение. Узнал я от матери своей, что действительно, когда меня крестили маленького, и священник был, ну, как бы, то ли холодно, то ли, пришел домой. И там погружения никакого не было. Вот так, ладошкой, похлопывая полю. И все. У крещения нет, это обман. Надо принять полное крещение. Вы материалы мои, зайдите к Истинному православию, я говорю, на сайте. И там крещение, зайдите. Надо я вам сегодня, если вы войдете, я могу даже здесь скинуть вам. А вот недавно прочитал книгу, ну, если вы уже слышали, Сакура, донецкий схимонах, да? Схимонах. Он написал, он умер в 2002 году. Ну, тоже прозорливый старец. Он написал книгу «О чем душа скорбит», я прочитал. И он как бы там объясняет такую вещь, что священники много нарушают, и делают неправильно много, и все. Ну, как бы много этого есть везде. Пусуют. Но, говорит, в этом присутствует как бы ангел. Ангел делает все правильно. Даже если священник неправильно, все равно оно засчитывается. Вот такие вещи. Что надо сказать? Понимаете, Библия об этом не говорит, но в житиях об этом сказано. Поэтому священника судить не надо, когда он слушает. А когда он поступает неправильно, как Андрей Кураев восстал там этой голубой лобби и прочее, он прав. Андрей, это, затоптали Кураев? Я слышал, да? Возьмите, если вы здесь зайдете, у меня посмотрите, когда я о нем говорю Андрею Кураеву. Сразу все понимают. Я прослушал, когда вы, да, комментируете его. Не нельзя так. Такой талант, такой гигант стал. Ну, и сказал не так. Там эпатажные выступления какие-то. Ну, что спрашивать? Ты, значит, по делу говори, говорится. А кинули в него, все, а вот, отуй его. Ну, и все кинулись кусать его со всех сторон. Да мало того, мстить в начале. Даже московское где-то переподавал в этом университете, Ломоносово-то. И оттуда его давай выгонять, чтобы ничего он не получал. Ну, это совсем никуда не годится. Ну, я даже смотрел ваши комментарии по поводу выступления этого... Чаплина. Чаплина. Да, Чаплина. Ну, и слышал передачу этого атеиста как-то. У Невзорова был. У Невзора 32 ролика, я его разобрал, показал. У Невзорова много хорошего. И хорошее надо взять. Вот я сейчас был в Москве и спрашивал. Ну, вот как вы находите общий язык со всеми? А как с Невзором? Невзором. Даже вот я поступил, говорю, так. Это в Москве я сейчас был в храме отца Кирилла Сахара. Это около храма Христа Спасителя, если вы когда-то будете. Где храм Христа Спасителя? А прямо рядом. Тут мост перешел, и прямо сразу тут храм. Берсеневка. Там отец Кирилл удивительный, удивительный. Игумен. Мы давно знакомы. Он на Алтай приезжал. И нынче у него были. Я говорю, патриарх... Ну, это говорят так, будто бы патриарх. Ну, раз сейчас им говорить, наверное, так и есть. Сказал, чтобы с Невзором не встречались. Если он участвует, уйти оттуда. Ну, и они священники выполняют. Невзоров появился, они соскочили троём бежать. Они говорят, смотрите, чёрные демоны-то, как святого Невзорова боятся. Ну, можно было думать-то маленько-то. А Невзоров тогда... Я как разбираю, я считаю, что необходимо хорошее негде. Собрать хороших там, чаплин, какие-то такие разъемные батюшки. Собрать своих и записать. Вы не мог прийти и сказать. Александр Глебович. Пусть скажи нам недостатки наши. Враги-то нам больше скажут. Враги нам лучше для себя. Они лучше видят. Да, лучше они нас видят. И не тот, говорит, друг, кто мёдом мажет, а кто правду в глаза скажет. Что-то он говорит. Не так говорит, значит, пояснить ему. А что правильно-то говорит-то? Говорит о том, что сотрудничали с властями и прочее. Зачем обороняетесь-то? Это 100% правильно. Все 100% епископатов, все выполняли то, что говорит ЦК. Поставлено. Это уже всё. Комиссия работала по патриархии. Глеб Якунин, Полосин там. Выявлено. Зачем спорить-то с ним? Надо Бога поблагодарить, что здесь есть люди, которые нам подсказывают. Я могу сделать побольше. Большое спасибо, вы меня усмотрели. Вы знаете, что я вам подскажу сразу? Если у вас будут какие-то вопросы, один раз в месяц вы можете ко мне выходить, если не срочные вопросы. Если у вас есть друзья, желающие что-то узнать, согласно четырёх параметрам. Что говорит об этом Святая Библия? Что говорят Святые Отцы? А это 300 томов палеантов. Это толкование, начиная от первого века. Что говорят об этом каноны? Это 7 вселенских 9 поместных и Святые Отцы. И четвёртое – это Житие Святых. 12 книг Дмитрия Ростовского. Вот по этим пунктам по всем я выбираю Крещение. 136 свидетельств. А вот это ещё нет кроме небрежности. А небрежность – это 48-10 Еремея говорит. Это проклят. Проклят. То дело Господне делает небрежно. И весь сказ. Значит, найдите человека, который согласен правильно вас крестить. И всё. К нам приезжают священники, романахи и всех крестят. Крестят. И опять уезжают, и они служат. Это не мне надо. Это надо тебе. Почему? Потому что Бог это восстановил. Бог. И все святые отцы толкуют. Ты скрываешься в воде, ты умираешь, как в могиле, как Кирилл Ростовский говорит. В уныре из воды ты рождаешься для новой обновлённой жизни во Христе. Это Украина нас заразила вот этим. Попой все эти униаты приезжают сюда. Никуда этого не было. Чтобы ладошкой по голове, где-то мозги по стенке. Так не делается. Написано троекратное полное погружение. Апостольское 50-е правило. А если ты не знаю, у тебя бабушки бы не было, ты не знаешь как. Шестой Вселенский Собор, 84-е правило. Если нет достоверных свидетелей, немало не сомневаюсь, прими крещение. Да не будешь лишён там ликой благодати. Это играть не приходится. А если я был крещен, а потом я попал в детдом, но я не знал, а у меня креста второй раз, это тебе никак не помешает. Священник, если ты говоришь, а я не знаю, как он крестит, и говорит, ащи не крещен, ащи. То есть если не крещен. Ну это всё. Надо очень серьёзно отнестись к себе. Нам переиграть в жизни ещё не удастся. Мы предстанем всем, что у нас есть. Я вот рассказываю, когда он спрашивает о молитве. Вот самое ценное мусульманское – это намаз, пятикратный день молитвы. Все до одного. Вот выступает Дмитрий Смирнов, он там поселил структуру на патриархии. И он говорит, вот они мусульмане, вот такие. Да главное – это молитвы объединяются. Почему с детства не сделали? Ну где вы видели? У нас чтобы сто мужиков в день собирались пять раз-то. Ну где? А они не сто, а есть такие мечети – полторы, две до десяти тысяч. Русский когда зашёл туда, говорит, а у вас что, мечеть не работает? Работает вообще полтора часа. Полтора часа он залез там на минарет Муадзин и начал кричать. О, правоверные! Приходите молись, а это лучше, чем просто сидеть, пить чай. Они приходят, вся вещеть наполнена. Нам учиться надо. А у нас сто восемнадцатый Псалом, сто шестьдесят четвёртый стих. Давид говорит, семикратно в день, семикратно, это глухонимые так показывают, семикратно. Пять, вот ещё два пальца. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды! Я благодарю семи раз в день за то, что война на Украине. Это Бог делает. Господь, дай мир Украине и добавляю. Благодарю тебя, Бог знает. За суды, суды, это суды Божьи идут. Что бы у тебя не было, ты благодари. И вот найди, чтобы семь раз встать на молитву. А это один что, три святые и сто поклонов. Сто поклонов. У тебя мысли будут другие. И разговор другой. У тебя всё будет другое. Написано, непрестанно молитесь. За всё благодарите. Нужно понимать, что молитва трёх ступеней. Благодарение, просьба, благодарение и славословие. Переходи выше всегда. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И не пресняй, а веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Вот это вот высшая ступень. Поэтому в церкви молитвы составлены так, что у нас есть и прощение, Господи помилуй, и благодарение, и словословие. Просто так, словославное богослужение не надо отвергать. Надо молиться и своими слогами. Богослужение составлялось не один век, не один век. Внутри молитвы считаешь, там молитвы Василия Великого, Ефрема Севина, Великого Иоанникия, Удомысел и Гоптинских старцев. Там такая глубина заложена. А когда не приучен к молитве, человек вот только собирает, что перед глазами. Благослови Господи, Папа и Мама, дальше не знаю, что сказать. Интересно, честно говоря, я не надеялся, кто я такой, чтобы с вами разговаривать, было не так легко это все. Вот так радость такая. Вот мы все снимаем. Вы это знаете, что этот ролик, он будет выставлен, его увидите, и пригласите своих товарищей. Если у вас раньше месяца будет, вот в это время, как мы сейчас говорили, ну на сколько сейчас у нас? С полдесятого? На два часа раньше. На два часа. Я сегодня вам назначил так, потому что у меня записывался большой ролик. Большой очень. Вот. Увидеть я поставил занятие. На сегодняшнем нашем, после собрания, было занятие. И уже оно выставлено. В нашем ютубе. На нашем канале. Там разговор такой был. О священниках. Полезная. Поэтому, всегда надо помнить, за каждое слово нам придется перед Богом отвечать. Не знаешь, скажи, я не знаю, не бойся этого сказать. Есть такое выражение, признание в незнание, открывает путь к знанию. Ну, а мы тарство, мы тарство слышали, знаем, там, в мутарском канале. Смотрели Стеняева. Да. Вот. Подробно. Это доказать нельзя. Это не по Библии, но и отрицать просто так. Надо иметь какие-то основания. А зачем? Я православный. Я каждый день молюсь Ангелу-Хранителю. Десять, сто поклонов. А десять поклонов Христу, Божией Матери, Ангелу-Хранителю, Анну Крестителю, Николу Щедотворец. Все святые пророки, небесная сила апостола, евангелисты, мученики, святые отцы, жены и девы. По десять поклонов. И это вот таких вот, не меньше семи раз в день. Где? Ну, а на работе, когда не можно? Ну, и где можно найти? Нет где работа. Я сразу иду и смотрю, где можно, какой уголок. То есть я зашел в камеру, я сразу вижу, где можно притуриться. Спрошу там, кто старше пахан. Я тут не буду мешать. Да что ты отец молюсь? Мне сказали, мне разрешили, уже меня никто не тронет. Не бойся подойти, поклониться. И ты даже увидишь, как все меняется. У меня путь корявый. Я не сам собрался. Я уже увидел. Я уже увидел. И поэтому человек, который сидит на своих дорожах, он в монастыре не жил, в армии не служил, в нем все остается. И поэтому он хоро ходит. Я говорю, сиди спокойно. А то возьму ты со стенки соскребать придется. Надо за Бога надеяться. А не то, что я крутой такой. Это не так. Сиди спокойно. И благодари Бога, что у тебя рядом жена и она покоряется тебе. Вставать надо рано. Мы всегда ставим 4,40. 4,40. И поэтому мы успеваем много. Везде надо делать все, быстро учиться. Только на молитве и при чтении Святой Библии быть спокойным и не торопиться. Видите, как у нас занятия идут. Я вот насчитал. Я смотрел занятия. Там несколько занятий. Я вот сегодня просматривал там литургии. Мне просто интересно было увидеть, где колено преклоненное. Но у меня не было. Не видел. Видео. Далеко ролик. Далеко стоит. Их туда заглянули. У нас почти 2300 роликов. Наших только. Представьте. Надо смотреть по той лице. Да, да. Где колено преклоненное. Стоят все преклоненные. Великий пост. Какое одеяние. У нас как считается канон Андрея Критского. Я его возвел на две ступени. Дальше. Просто надо быть религиозно талантливым, как выражается Андрей Куреев. Я не выдумываю, ничего мне положено. На сердце я выглядаю. Вперед шел. Мы молимся о гношенной изведите. Значит, надо думать об гношенных. Как им сказать, этим людям. Те, которые пришли, как им. Которые более совершенные. Господь сказал Петру. Паси агренцев моих. А потом говорит. Паси овец моих. Есть и гнета, которые едва пришли. Их немецкий подход надо иметь. Я основатель, создатель детского лагеря. Он один был на всю Россию. И остаюсь его местным руководителем 43 года теперь уже. Это не два дня. И ни одного повреждения, ни одного отравления. Без помощи государства. Я должен, как говорится, волка ноги кормить. Достать. Кормить. Чтобы было интересно, весело. Приедут. Все распорядок. Чтобы и все добровольцы, волонтеры работали. Это не год, не два, а 43 года. 43 было? Нет. Значит, 43 года уже. А зачем? У нас можно писать. Россия должна встать. И дети скандируют. Россия должна встать. Второе. Россия это мы. А там такие вот семилетние. Надо видеть. Это все заснято. Надо любить любое дело. Вот приезжают профессора, психологи, живут в лагере. Где вы это берете? И видят, что это абсолютно неотразимо действует. Специально. Где берете? Я беру везде. Что-то в Австралии, что-то в Японии. Я очень много читал. Что-то взял из Швеции, в Англии. И все это вмонтировал в свой лагерь. Ну, конечно, на основе православия. Вот у нас приезжают дети сектанты бывают. Ну, они рукой не крестятся. Мы никогда не заставим его. Мы говорим, ты как молишься? А у нас вот так вот и молятся. Так и молись, Юра. Приезжают через две недели. Он молится, крестится. Они, ой, Юрка, ты совсем православный стал. Почему он увидел? Он увидел любовь. Любовь – это не заказное. Это во всем будет. Во всем. Они все недели готовят концерт. Рабочие, трудовой лагерь. Они до обеда там дрова пилят каждый день. В шесть там развивают, купаются. Тут футбольное поле, волейбольное. Где лазить в кащели. В лесу собирать. Он должен все, траву понимать. Мы ему показываем. Настоящая жизнь. Девочке нельзя пальцем прикоснуться. И она не должна этого делать. Чтоб соломудренно росли. Вот они живут и спрашивают, где это взяли? Библия. Библия. Мы преподаем к стопам Христа. Это Слово Божие. А в православной Библии почти ни на каком месте. Там в верхах там знают кто-то. Дворкин может маленький. А у меня обращение было необычное. Родился в стародашеской семье. Беспоповцы. Пришел в церковь. А обратился, что я Христа-то принял среди сектантов. То есть в Библию дали мне. Баттийство. И нынче я там был. Я никогда этого не скрываю. Я благодарю Бога. Ну почему сейчас у меня уже три беседы было с Шаповалов Юрьевной из Америки. И все говорят, ну будет ли продолжение-то? От них зависит. Вот у вас будут друзья. Вы собиритесь вместе. И запишите. И будет очень это интересно. Я сегодня есть. Завтра меня нет. В 76-й год все-таки идет. Это Бог там делает. Мы расположим друг друга. Я вас знать не знал. А сейчас увижу и буду думать как родной и близкий человек. Это Бог там делает. Мы молимся за всех, кто входит в общение с нами. Вы только зайдите в mail.ru и напишите. Мы на этой неделе уже пошлем вам к ним. Я напишу, какие цены, куда послать. Mail.ru или мой мир? Мой мир. Это одно и то же. Майл.ру или мой мир. И сразу войдете там. Очень просто входить в него. Игнатий Лапкин, да? Да, Игнатий Лапкин. Но когда вы идете на Игнатий Лапкин, там две странички. На одной я с Голубем. Это модераторы делают копию. Там параллельно идет. А на другой я просто в шапке стою. Вот это мое, где я сразу отвечаю. А там они с перекладными. Я в контакт не захожу. Там модераторы работают. Ну а что ко мне дают, они ко мне на наш форум перекидывают. Я тут отвечаю, они сейчас берут им. Мне не нравится ни одна система. Они устроены. Вот самая лучшая, это мой мир. Была. Ее испортили теперь. Из-за того, что там поносили, видно, правители. Они там. Тогда было 10 тысяч человек. И одновременно на всех. Одним щелчком он 10 тысяч получит от меня. Одновременно 10 фотографий. А сейчас по одному. Тихо сидишь. Ну, не умели себя вести, нас наказали. Мы не хозяева. А они заказывают музыку, а писать нам надо уже. Да, хорошо. Тогда я вам там подружился. И потом я выберу книги. Да. Вы зайдете на сайт. Посмотрите по порядку все книги. Там они стоят. Открыт. Тем более сейчас я на днях нашел. Там в разных городах работают. Даже в разных государствах. По аудио. Я 50 книг насчитал. Их нигде в мире больше нету. Это полностью 12 томов Златоуса. Аудио. Мои беседы с Александром Менем в аудио. А теперь их сделали, вынесли отдельно. И когда зайдете на мою страничку, сейчас нельзя присылать. Но фотографии можно. Я поэтому сегодня утром записал. Сфотографировал. И вставил. И вы увидите там все. Я вам покажу, где наши, ну, какие там контакты. Где отдельно сделали аудио. Можно скачивать вся Библию. Златоуст. Архипелаг ГУЛАГ. Жития Святых. Добротолюбие. Ну, 50 книг. 50 томов моим голосом засчитаны. Добротолюбие у меня тоже есть. О, это большая философия христианства. Так называемое. И вы все будете иметь у себя. Тем более там все это бесплатно дается. У нас великое наследие. Мы православные. И поэтому мы можем предложить, представить, людям поставить перед ними кушанье из тысячи блюд, которых они не имеют. Что бы они не сказали баптистам, у нас все есть. Что говорят пятидесятники, у нас все есть. Даже ягодисты, что говорят, у нас все есть. Поэтому православие это вся охватность. Это нежность, это мудрие. А когда люди видят одно только что, люди шатаются, не знают, и пьянствуют. Поэтому они отвращаются. И за это нам придется отвечать перед Богом. Горе через кого придет соблазн. Закрылся. 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 Если вопрос ответа расходимся, да? Нет. Все. Спасибо большое. Храни Господь. Все, да? Кончили? Будьте здоровы. Пока все. Надеюсь, что мы на последний раз. Ну ладно. Я вам скинул мои, как заходить. Я вас, друзья, принял. Теперь вам легко ко мне заходить. Давайте с Богом. Учищайте. Вот так не делал, как это с коленей. Вижу, что он хотел вот продлить еще и посмотреть, но все нормально. Благословен Господь. Благословен Господь. Ты знаешь, как его звать-то? Вот я сейчас прочитаю. Малиш Роман. Малиш. Малыш как будто бы. Малиш Роман. А где он находится? Украина. В сети. Ну он сказал, что сейчас уже в России. Я так понял, нет? Да. Желаем стать истинным православным. Возникло много вопросов и разногласий. На данный момент являемся прихожанами Русской Православной Церкви. РПС. Интересует вопрос о поклонах на Божественной Литургии. Оба слова с большой буквы. А именно земных. Ну я ему говорю, заходите сейчас. Хотите, вставляйте. Ну да, вы ему свои пароли и все. Сегодня воскресенье, 30 ноября. Уже время-то какое, по 10 часов. Вот сейчас через 10 минут у меня назначен следующий человек. Люди нуждаются. Ну, раз пришли, благодарим Бога. Все. Благословен Господь. Вот и все. Вот это первая была встреча. Первая по интернету. Сегодня многое по-другому. И теперь, ну, кто-то посмотрит и, ну, что может сказать. Железда невыдуманная. Что случилось? Он о себе больше ничего не говорил. Потом я же с ним познакомился. Он вышел на меня. Я его не знал. Не звал. Ну, разрешил приехать. Приехал. С собой все привез. Огромный контейнер. Такого не было человека, чтобы столько с собой. Это не голь перекатная. Как его тут сегодня назвали. Голь перекатная. Нет. Это не голь перекатная. К нам приезжали, у которых ничего нет. Даже шапки нету. Вот это все есть. Абсолютно все. Автономия существования. И он так и находится здесь. И поэтому мы работали. Все у нас было близко. Понятно. Здорово. Но не бодрствовал. Занялся там. На плоской земле тут ничего не говорит. Но уже намек тут был. Где-то там Евдокию, там Пелагею. Кого-то он где-то. Вот. А вот отсюда у него началось. А там Герман Стереков. Но тут ничего не было. Посмотрите. Вот какое лицо. Открытое. Как он смеется. Как он доволен этой встречи. Что осталось. И переменился в течение одной недели. Он работал здесь таким он. Вот какой есть, такой он здесь и был. Такой прямо. Ну и легко и идет. Не скажу, что не коммуникабельный. Он прямо. Только позовут где-то. Крышу там перекрывать. Он везде был. И о нем скорбят сейчас все. Вот сейчас спрашивают. А вон. Вы верите, что он может вот вернуться. То другое. У Бога всего много. Бог его знает как. Но. Это надо в законе быть. Без регистрации. Вот сейчас сегодня написал. Это Олег Попов. Работают люди. Там дома строят. Приходят. Это в Москве везде проверяет. Полиция. Проверили. А он не зарегистрирован. Все. Ему штрафами задавят этого предпринимателя. А этих в наручниках арестуют и домой. И это не только здесь. Это и в Америке везде одинаково так. Я был там ездил. Знаю. Видел там. Где биржа труда у них. И нанимали. Они работали. Я с ними вместе работал даже. Так что. Роман это другой. Это подмена. Подмена. Это сатана сделал. И он сейчас на меня. Да он подсматривает. Ну это все. Роман. Я уже десятки раз это. Если не сотни раз на меня нападали. Это благо. Вас будут поносить. Ни одного слова конечно ты не докажешь. Роман будет смотреть это дело. Вот он Роман. Вот этого Романа мы знали. Этому разрешили приехать. А такой который сегодня не знаем. Это. Это другой человек. Паспорт жжет. Тут это и проще. Обратите его Господь. Даст покаяние. У нас. Ему никак уже нельзя быть. Только если вот. Как он говорил. Осенью еще. Вот этот. Прошедший год семнадцатый. Поехать на Украину. Все это оформить. Приехать. И начинать. Оформлять и проще. Все как вот Никита Колесников. Делает. Где он Никита. Вон он. Закрылся. Никита. Опусти пониже этого. Прибор то свой. Вон он. У нас видишь. Каждый на своем приборе стоит. Ну все на этом. Богу слава.